Ну, знаете, это правда сложный вопрос. Для меня, как для писателя, как для человека, стоящего далеко от партии, от законотворчества, я как человек просто для себя понимаю, что в чем-то устаревшем иногда можно найти пробелы и ошибки, потому что они не соответствуют нашему времени, нашему темпу-ритму, вот тем новшествам, которые уже произошли вместе с нами. Действительно, наверное, стоит что-то перетрусить. Но вы поносили шубу, вы ее повесили на все лето, она провисела, перед новым сезоном, наверное, нужно ее вытряхнуть, посмотреть, не проел или где-то моль. Так и здесь, если это к чему-то приведет к хорошему и что-то будет исправлено во благо живущих ныне людей, это будет хорошо. А если это очередная галочка, чтобы истратить определенные деньги на эту самую ревизию, на создание комиссии, на все остальное, ну, так, значит, это галочка. Но так или иначе, для галочки или не для галочки, если перетрусят и что-то выявят и где-то улучшат, наверное, это будет хорошо. Во всяком случае, для многих законотворцев, изучая заново Конституцию Российской Федерации, а ее надо вначале изучить, прежде чем перетрусить, наверное, это полезно будет для того, чтобы просто иногда понять, кто же в этой стране главный. А там, наверное, черно-по-белому сказано, что главный это человек, ну, гражданин. Хотя и гражданину нельзя забывать, мы все время забываем, что в конце нашего паспорта, в конце нашего паспорта, есть наша обязанность. Не только, мы же все время, мы права-права, права это здорово, но, ребят, у вас есть паспорт, а в конце есть обязанности гражданина Российской Федерации. Так вот, обязанности нужно тоже знать и чтить. И если там что-то изменится и в обязанностях, у нас их станет чуть больше, или мы, скажем, будем к ним относиться чуть лучше, наверное, это тоже приведет к чему-то, к тому же самому неправовому нигилизму, который сегодня процветает, особенно среди молодежи.